Так, я думаю, могу уже что-то говорить, немножко тут сумбурно-сумосбродный стрим получается. Ой, по разным причинам. Во-первых, привет, Дази, конечно же, рад, что я заглянул, и кто-то еще сегодня, может быть, заглянет. У меня сегодня вообще в планах была трансляция нашего очередного шоу ЕГЭ на Парагэ, посвященной математике. И, в общем-то, поздравляю всех, кто сегодня успешно сдавал ЕГЭ по географии или информатике. Я надеюсь, что наш специальный выпуск, посвященный ЕГЭ по географии, помог хоть кому-то. По информатике, наверное, не помог, потому что он самый был завальный практически. И я очень хотел провести еще один выпуск, но ничего не получалось. Но как-то сегодня, во-первых, я целый день сидел расслабленно и почти ничего не делал, так сказать. Кстати, умственно деградировал, поэтому какая-то математика, это раз. Второе, мне тут Нита подкинула игру Moonlighter, собственно, которую я сейчас запустил, и вместе с вами мы ее посмотрим. Нита подкинула еще несколько игр, но часть из них уже вышла, и как будто уже не важно. А вот Moonlighter выходит завтра, например, и я решил, что можно. Можно сегодня что-то поделать. А уж завтра, если удастся, вечерком, как раз перед этими вашими ЕГЭ по математике, можем пробежаться еще раз. Ну и, конечно же, самая шокирующая весть, которая ко мне пришла, и этой вести уже несколько дней. С 25 мая этого года на территории Украины завлочен WebMoney. Тот самый WebMoney, замечательный, через который я выводил раньше ваши мизерные донейшены. Теперь невозможно это делать, и вообще теперь не понимаю, как выводить ваши замечательные рублевые донаты к себе в гривны. Это раз. А второе, что самое важное, я уже давно ничего не выводил, и все наши донаты за последние месяцы, но за этот год точно, ну в смысле, начиная с Нового года, они все заморозились. И это просто ад сатаны, потому что были такие замечательные люди, как Кригер, например, который пошел на Дэдпул, а прямо сейчас у меня новости из-за самых первых источников, поэтому его сегодня на стриме не будет. Все его огромные суммы, там донаты тысячу рублями за один раз, они все в нигде. Сейчас это просто дичь, сумасшедшая дичь. Я где-то часа два-три потратил сейчас, чтобы разобраться вообще с ситуацией, и теперь не понимаю, как с этим жить. Может быть, что-нибудь придумаем. Ну, вот как-то такие новости, они вообще выбивают с колеи. И еще один, так сказать, кол забит в сердце моего энтузиазма вообще хоть чем-то заниматься в интернете, потому что что-то в последнее время прямо одно за другим сваливается, и это уж, ну, на самом деле ожидаемо, потому что ходили подобные слухи, но то, что это произошло так внезапно, и уже я об этом узнал постфактум, это, конечно, полнейшая хинея, и... Ой, как же все плохо, серьезно. Вот вы-то там думаете, у вас Роскомнадзор и что-то блокирует. Ну, так, блин. Не, у вас-то, наверное, если блокируют, то ничего страшного. Если у каких-то компаний теряют также деньги, финансы, это плохо. И сейчас очень много народу у нас, особенно, которые работали там фрилансерами для каких-то зарубежных компаний, включая, мне кажется, в первую очередь с русскими компаниями, и с ними расплачивались электронными деньгами, у WebMoney, по сути, у нас единственный остался в стране такой... То есть у вас там есть и Яндекс.Деньги, Киви.Кошелек, и еще какая-то чепуха сто пудов есть, но они все рублевые, и тяжело оттуда выводить что-то в гривны. Вот в WebMoney было такое... Может быть, существует еще что-то, я просто не знаю, я особо этим не интересовался. Я где-то лет восемь назад, когда мне надо было купить официальный World of Warcraft, я не знал, как это сделать, у меня не было карточек никаких. Я тогда познакомился с WebMoney и шел с ними бок о бок. Было все отлично, хотя там говорили, о господи, у них там проценты огромные, и вообще какая-то чепуха постоянно происходит. Но мне как-то было норм, я не часто расплачивался чем-то таким в этих ваших интернетах, и когда мне приходилось это делать, меня все вполне устраивало. То есть, опять-таки, если надо что-то купить за рубли, я окей, могу пользоваться Киви-кошельком, тоже все отлично. Но, блин, я очень редко это делаю. На самом деле, теперь в небольшом шоке нахожусь. Думаю, что игра Moonlighter сможет как-то с этим помочь. Господи, она такая громкая, я вроде бы заходил, и... Так, тряска экрана-то не то. Давайте сделаем громкость на двоечку, что ли. Что такое игра Moonlighter? Как видите, это какая-то пиксельная вещь, но по трейлеру, тому, которому я его видел, она очень мне напомнила Legend of Zelda Minish Cap. Или Minish Map, я уже не помню, честно говоря, как там правильно оно звучит. И это интересно, потому что мы в свое время в эту саму Зельду поиграли, совсем чуть-чуть, и полстрима из этих чуть-чуть было без моего звука, оказывается. И сейчас вот, вот как... Мулака, это как бы Зельда, новая Зельда для бедных. Я уже забыл, как называется, там, Breath of the Wild, кажется. То вот это вот Minish Cap, Minish Map для бедных, мне кажется. Но сейчас мы с вами на это все дело посмотрим. И я, на самом деле, очень рад, что она есть на русском языке, как минимум с субтитрами, потому что я думал, что она будет опять чисто на английском. Было бы не очень круто, но отлично для трансляции хотя бы русский текст. Обычный, высокий, очень высокий. Можно позже изменить настройки. Кто эти обычный? Зачем мне какой-то высокий, чтобы браковать максимально? Мне кажется, это совершенно не имеет никакого смысла. Еще, кстати, небольшой у нас тест сегодня нового бота. Правда, мне кажется, он не подключился. Среди звезд ночи есть страна, старая, как само воображение. Однажды ночью там появились лабиринты, полные необычайных сокровищ и жутких чудовищ. Их назвали подземельями. То были странные, постоянно меняющиеся руины неизвестных земель. Скоро у подземелья образовалась деревня, где поселились те, кого не привлекали. Деревню назвали Ринока или Ринока. Среди поселенцев сильнее всего выделялись две группы. Герои и торговцы. Одни искали славы, другие богатства. Но подземелья оказались слишком опасными. Скоро их закрыли. Слишком много людей сгинуло в их глубинах. Жизнь в деревне стала непростой. Особенно для молодого владельца самого старого магазина Уилла. Господи, не успеваю все это читать. Уилла давно мечтал открыть таинственную пятую дверь тех подземелий. Так. Почему продолжить? Что это черный экран? Окей, хорошо. Даже звуки. Прям как из зельды. По-моему. Один в один. Было бы неплохо, если кто-то дал фидбэк по звуку. Потому что я не могу понять, игра громкая или нет. Меня-то вроде должно быть слышно нормально. Сейчас даже придвинусь слегка микрофон к себе. Возможно, какие-то страшные звуки вы сейчас слышите. Так. Ну, загрузка что-то прям дичайшая. К сожалению. Так. Ага. Это не зельда. Это опять рогу лайк, видимо. Бинди на файзек и все это вот. Да? Это бинди на файзек. Черт. Ну нет. Ну почему? Ладно. Хорошо. Давайте разбираться. Я могу уничтожать столы. Нет. Извините. Она орет как сумасшедшая. Тут уже без фидбэка все ясно. Хотя смотрите. Стоит на двойке. На единице уже пусть будет стоять. Но я не вижу разницы. Серьезно. Она не стала тише вообще ни на йоту. Что за бред? Можно ноль сделать. Я могу выключить музыку как бы. Но это тупо. Так не должно быть. Почему? Почему на единице такой ор стоит? Выше гор. А что на десятке? Нет. Точнее тут девятка. Ну да. По сравнению с девяткой конечно не такой ор. Ладно. Попробуем на единице. Я думаю что вы меня слышите. Главное чтобы я слышал свои мысли. Хотя и себе я могу сделать тише. Это вообще элементарно делается. Сейчас. Секунду. Так. Вот. Все. Себе я сделал тихо. Так. R2, L2. Это кувырки. Нет. L2 это кувырок. Причем кувырок вперед. L1. Пока ничего. Ascridian. Привет. Привет Ascridian. Норм громкость. Ну я думаю что сейчас норм громкость у вас. Будет супер топом. Так. А вот. Нас обучают. Подождите. Дайте я разберусь. Это обучение просто ходьбы. Стрелочки. L2. Кувырок. Что-то задержка правда какая-то дичайшая по-моему. Обычно когда я стримлю напрямую с R4 только на Twitch. Задержка где-то секунд 7-10. А сейчас мне кажется все 20 секунд. Что я с этим сделать не знаю. Так. А. На L2 и прыжок при этом все. Окей. Так. Так. Просто прошел мимо. Ничего не делаю. Так. L2 можно уворачиваться и от урона. Хорошо. Так. Икс удар. Икс удар. Л2 прыжок. Это какая-то жесть по-моему. Кто их придумал? Непонятно. Причем метло я какой-то дерусь. Это как был сериал клинер недавно. Игра. Про чувака, который убирает после массового какого-то побоища. После какого-то хотлайн Майами. Это мне кажется тоже из той же оперы может оказаться. Так. R2. Зелье. Чуть все. А. R2. Окей. Ладно. Мне зелье пока не надо. Пит. Ну это прям реально какой-то биндинг оф айзек. Открыть. Только пиксельная ткань. Остатки литейной. Ой господи. Так. Похоже это остатки старой литейной. Если големы были созданы, то как именно? Черт. Сразу. Сразу куча всякой информации на меня вываливается. Я всегда теряюсь в такие моменты. И как? Я заберу вообще это все дело? Или нет? Так. А если я хочу не по одному? Так. Взять и держать партию. Назад закрыть. Быстро переместить. Все. Л1. Все я вижу. Л1. Л1. Практически. Так. Л1 тоже все забрали. А. Стоп. На квадрат есть тоже удар. Какой-то странный удар. Что-то я разочарован. Тем, что я вижу. Не знаю. Нормальная игра вроде. Мои ожидания. Так сказать. Играется. Ну что. Квадрат это вообще. Ни в какой степени. Не удар. Так. А что произошло? Почему я по-моему это исчез? Играет. 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 Что происходит вообще. Для меня успели убить. Были уже даже. Что-то сразу какая-то жесть пошла. По мне. Бесконечную. Чего? Как их победить? Они спавнятся бесконечно из луж каких-то. Что с этими лужами сделать непонятно. А. Или я должен был проиграть по сюжету. Тайтан Сол. Кстати. Вот что мне сейчас напоминает эта игра. В такой же самой визуальной стилистике. То что там были подземелья с боссами. Бедный паренек. Совсем один. Отдыхай Уилл. Теперь ты со мной. Так. Это что за старец такой? Который все пояснит. Скорее всего. Еще в детстве. Когда я ходить-то толком не умел. Ты интересовался подземельями. Видимо это какие-то загадки с ключами. Сомнения нет. Ты одержим тем же, чем и старый Питт. Тот самый Брэд Питт. Который затащил весь фильм Дэдпул 2. Доброе утро. Что наш маленький торговец откусил кусок не по зубам? Уилл, выслушай меня. Вот суровая истина. Ты последний из своего рода. Последний, кто остался управлять лунным светом. Нельзя так себя истязать. Рисковать жизнью ради этой бессмыслицы. Про пятую дверь глупо. Перестань. Найди пару артефактов, а потом воспользуйся подвеской и покинь подземелье. И кратера ради. Прекрати пользоваться своей метлой. Неразумный ты парень. Одному ходить опасно. Возьми вот это. Ой, ну это по-моему какая-то отсылка мемасная. Когда-то он был моим. Теперь мне от него мало толку. Так, что это меч и щит? Но это имеет смысл. Будешь легендарным лунным скульптором Капа. Возможно. Так. Я так понимаю, Аскредиан, ты не в первый раз видишь эту игру. Может быть расскажешь какие-то секреты. Вещь, чтобы я... Потому что я, наверное, впервые это все дело запустил. И пока даже не знаю. Ну-ну, вставай. Светло уже. Светло, точнее, уже. Не хочу, чтобы ты весь день магазин забросил. Посмотрим, смогу ли я втемяшить в твою голову те уловки, что как-то давным-давно усвоил от твоего деда. Господи. Он сам дед. Усвоил от моего деда. Надо было игру назвать не Moonlighter, а твой дед. И все было бы сразу понятно. Так, я не могу зайти никуда. Вот это прям реально. Зельда минишка я поначал. Чтобы успешно торговать, нужно знать два фактора. Нужно знать цену каждой вещи, а также спрос на нее. О, господи. Это что, биржа? Давай, открывай магазин, впускай покупателей. Так. Разместить. Что разместить? Не знаю. 100-200. Какие-то эликсиры или кристаллы. Продать. Нет, ну, видимо, надо к двери. Удержать. Закрыть магазин. Видишь, закрыть магазин. Почему здесь наловится? Я закрыл магазин. Пойди отсюда. Так, дамочка. Дамочка довольна. А деньги? А, окей. Так, видел. Лучшая реакция идеальная просто. Предмет не слишком дорог для покупателей, но и не слишком дешев для тебя. Не забывай следить за реакцией покупателей. Именно так твой дедушка определял правильность цены. Ну, я же пока ничего не могу. Первый раз вижу. Увы, но спойлер и зло. Хорошо. Так. Ну, если ты про Брода Пита, то это не особо спойлер, на самом деле. Думаю, не стоит и говорить, что за предмет этот ты запросил слишком много. Усвоил урок? И, наконец, следи за тем, чтобы не продавать слишком много популярных предметов. Наполнишь ими рынок, придется снижать цены. Смысл в том, чтобы просить побольше денег, когда на какой-то высокий спрос... Когда на что-то высокий спрос и низкое предложение. Доставай книжку торговца, в ней должна быть записана вся информация, которую ты собрал по найденным товарам и артефактам. Так, что я там нашел? Как этим всем пользоваться? R2. Кристаллизированная энергия. Судя по всему, энергия, содержащаяся в големе, кристаллизируется при его уничтожении. Может, ей можно... И что? Так, назад закрыть. Не знаю, закрыть. Вот и закончится, похоже, день. Ты ничего не сделал. Я пойду, без меня ты спрашиваешься лучше. Вернуть этому магазину былую славу твоя задача, а не моя. Понятно. Make магазин great again. Это у тебя в крови, Уилл? Не подведи нас. Ну, Уилл это самый Уилл Смит, наверное, который поет гимн чемпионата мира по футболу 2018. А пока что советую тебе испытать свой новый меч. Ночью в подземельях опаснее, чем днем, ну и артефакты лучше. Главное, слишком далеко не заходи. В окно не попади. И подвеской пользоваться не забывай. Что за подвеска? Что он несет? Я ничего не понял. А теперь иди, старый, я уже, надо мне отдохнуть. Что он меня выгнал с моего же дома? Господи. Что, новый меч у тебя? Тогда вперед, парень, в подземелье. Я не понимаю, какой наш бизнес-план? Мы отправляемся по ночам в подземелье, убиваем монстров, зарабатываем артефакты, а днем их продаем? А спать когда? Мне всегда хотелось стать торговцем, но так не получилось найти подвеску. Большинство из подвесок, что используются сегодня, были найдены с открытием первых подземелий. С тех пор найти новую подвеску почти невозможно. А у меня она есть? Я не понимаю. Так. Где подземелья? Я что-то в шоке, честно. То есть игра, скорее всего, комплексная и интересная, но когда так тебе бросают... Меня когда так бросают, непонятно куда. Меня сразу не по себе. Уилла, ты нашел в подземельях новые культурные артефакты? Потрясающе! Все предметы, что мы находим в подземельях, как будто принадлежат разным цивилизациям со своими культурами. Так, это моя, по-моему, покупательница. Пусть сейчас Реноко не так процветает, как раньше, но все равно многие заходят за сувенирами из подземелья големов. Если повезет, глядишь, и из закрытых подземелья что будет? Вот это подземелье и это дома. Уилл! Я тебя недавно видела в подземелье големов. Нашел что-нибудь таинственное? Никаких вариантов ответа ничего нет. Масса, сын мой, когда я тебя найду? О, Уилл, ты случайно не видел тут массу? Вот и он. С соплей из носа. Уилл, можно мы в следующий раз поиграем в догонялки? Короче, все эти НПЦ пока, видимо, ни о чем. В центре, по идее, спуск. Сейчас просто, ну, ни мини-карты, ничего. То есть, сто пудов где-то что-то есть, но я дурной и не вижу. Так, все, что я делаю? А, это щит, блок, квадрат. Нож. Ну вот мы вроде в центре. Может быть, центр это все-таки что-то иное? А, вон, я вижу. Да ё-моё. Опять-таки вспоминаются наши Pokemon FireRed, похождения, годовые подземелья. Все, идем сюда. Так, теперь туда. Странно, что сначала идем в сторону, потом идем вбок. Лесное подземелье. Подземелье для героев. Торговцам вход не рекомендуется. Технологическое подземелье. Вход запрещен. Пустынное подземелье. Только для героев. Такой герой. Пятая дверь. Ну, ладно. Я так понимаю, нам надо по очереди защищать разные подземелья. И можем мы войти только в это подземелье големов. Вход как в Dark Souls этих ваших. И Bloodborne. Но загрузки, я вам скажу, непомерно долгие для такой игры. Так, подземелье големов или големов? Пробуем себя. Так, мы меч, конечно, повеселее, чем метелка тут. Неоспоримо. Так, палки. Все автоматически собирается. Мне уже нравится. Есть смысл разрушать столы? Так, кувырок. Так, давайте посражаемся с серьезным соперником. Он бьет перед собой. Твои налево. Так, и кристаллы, и палки. Блин. Так. Он меня отталкивает все равно. Минус котелок. А он блочит только конкретный удар или можно держать щит? Можно держать. Блин. Скорость атаки у вас, господин, сумасшедшая. Прошедшая. Я только в начале подземелья, а мне уже надрали задницу. Так, что за кружок? А, это подвеска, видимо, та самая. Я могу вернуться. Но у меня 4 хп. Звучит так, как будто мне надо возвращаться. Иначе меч убьют. С другой стороны. Пока справляюсь. Так, это что-то тут непростое. А, ну я же могу лечиться. В общем, что я переживаю? Обращаюсь к тому, кому повезет больше, чем мне. Мое время на исходе. Меня ранило странное существо на другом краю комнаты. Моя подвеска в этой драке едва не раскололась. Но видел бы ты его. Ему, смею заверить, досталось куда больше, чем мне. Он застал меня врасплох, когда я наблюдал за ним у комнаты стража. Убегая, он обронил пару предметов. Один из которых — это карта, схема. В общем, выходит, я был прав. Меня называли сумасшедшим. Говорили, мол, безумный Пит совсем с глузду съехал. Так, это опять... Есть ли в русском языке глузд? Мне кажется, украинский. Возвращаюсь к теме блокировки донатов в Украине. На деле, блокировки в обмане. Но я был прав. Каждый страж подземелья должен обладать чем-то вроде ключа. Все не связаны с этой огромной запертой дверью снаружи подземелий. Той самой пятой дверью, Риноки. Увы, я уже не увижу открытия двери у того, кто меня нашел. Я прошу прощения за запах. Но схема должна быть где-то рядом. Прошу тебя, открой пятую дверь, Риноки. Это подземелье не то, чем кажется. Так, вот эта, что ли, схема? Большой босс меня убьет. Я должен их всех выпустить. Теперь надо гоняться за этим странным существом, укравшим мои вещи. А большой босс будет так недоволен маленьким мной. Так. Ну да, логично. Пройти все четыре подземелья, и тогда откроется пятая. Звучит как план. Ё-моё. Так. Что это значит? Какие-то монетки заполняются, потом можно использовать подвеску. Телепорт-магазин. Ну да, у меня еще и сундук, при этом всем не бесконечный, на самом деле. Поэтому пора возвращаться домой. Так, использовал подвеску. И зачем мне вся эта инфографика непонятная, которая мне ничего не дает? Третий января. Нормально. А, вернулся юный владелец лунного света. Вроде ты цел. Наконец-то научился правильно пользоваться подвеской. Давно пора, парень. Троеточие. Что это у тебя? Это карта подземелий? Откуда она у тебя? Ты... Ты нашел старого Пита? Троеточие. Мертв? Ясно. Вот что бывает, когда ищешь то, что за этой дверью. Забудь, Уилл. Забери нужные артефакты из подземелья големов. И присматривай за лунным светом. Троеточие. И еще. Я заметил на доске объявлений предложения, которые могут тебя заинтересовать. Здесь хотят обосноваться кое-какие лавочники. Попробуй оживить город. Им, как видно, нужен будет стартовый капитал. Неплохо было бы вдохнуть в Риноку новую жизнь. Да, неплохо. Неплохо было бы уметь ходить. А то, как-то, сцена затянулась. Так. Так. А зачем нам другие лавочники, если мы можем устроить монополию? Если придут другие торговцы, то что потом мне делать? Вложение. Город-магазин. Так. Ёпси-мо-пси. Улучшение магазина позволит торговцам украсить его, чтобы радовать клиентов. А также дает дополнительное место для товаров. Предмет в этом ящике будет подаваться со скидкой 75%. Это полезный кассовый аппарат побудет клиентов поставлять при покупке дополнительно 5% чаевых. Удобная кровать. Новая удобная кровать. Утром она дает искателям прокачивания дополнительное здоровье. Дополнительное место для хранения предметов. Чаевые. Мне кажется, вот это мое вложение. Но у меня 100 копеек, она 4 тысячи. Так, это что? Персонал. Кузня вулкана. Подземелья кажутся вам слишком сложными? Вы устали от своего старого оружия? Я могу решить эти проблемы, если принесете мне достаточно денег и материалов. Моя кузница, это кузница с репутацией. Деревянная шляпа. Грубая сила совсем не помогает вам в подземельях? Заходите в деревянную шляпу. Там вы найдете зелье, зачарование на любой вкус. Ну это 500 копеек. У меня нет 500 копеек. Так, город. А, это и были город. Выбрать, закрыть, назад. А как я так перешел с магазина в город? Теперь не понимаю, как это делается. L2. Вот как я это сделал. Так, ну это отлично. Если бы у меня были деньги, я бы что-то мог сделать. Что сказать, Ринока? Видала лучшие дни, когда твой дедушка впервые открыл лунный свет. Посетители магазин шли отовсюду. Людей в нем было просто толпы. Но теперь... Теперь заблокировали в обмане в Украине все донаты. Так что не бывает чему-то хорошему. Мне всегда хотелось стать торговцем, но так и не получилось. А, это может что-то разговаривали уже. Иди в пень. Так, заходим в магазин. Как мне разместить? Так, давайте разбираться. Что вот это за насыщенное желе? Допустим. Насыщенное желе. И я хочу его продать за... 10 копеек. Например. Так. Сюда что я хочу? Ткань. У тебя ткань... Возможно, это ресурсы... Важные. Как мне изучать рынок, если, блин, нет рынка? Я сейчас на обум поставлю цены. Вдруг это слишком дешево. Роскомнадзор снова блочит. Да нет, понимаешь, Скридиан. Вот в России Роскомнадзор лютует. Блочит все и теряется доступа. А у нас, в нашей дорогой Хохляндии, просто с ума сходит целиком правительство. Вот год назад они взяли, заблочили, что ваш Роскомнадзор, всякие Mail.ru сервисы, включая то же самое ВКонтакт и прочее, прочее чепуху. Но это, ладно, не так страшно. Страшно было мне, как человеку, который, если что, заглядывая на YouTube, канал Аркадный Обзор, там... Вот так игра, как Moonlighter, на подобные выходят обзоры. Правда, уже закончились, в пятницу вышел последний обзор. Но можно все игры из третьего сезона даже выиграть, просто оставив комментарий под обзором, все дела. Ну, короче, было плохо, потому что я записывал кучу видеоряда, хранил на облачных дисках Mail.ru. И потом было тяжело их доставать. Но то ладно. Но когда, блин, блочат, по сути, единственный нормально рабочий с гривной электронный кошелек, и теперь непонятно, как вообще работать, потому что мне иногда даже донатят какие-то копеечки. Куда их теперь выводить, непонятно, чтобы я их получил на руки. А не просто хранил в рублях, чтобы, мало ли, ну там, не знаю, какую-то игру в Origin или в Battle.net за рубли купить. Steam в гривнах тоже, например. Так еще и на том кошельке деньги лежали. Это просто жесть какая-то. Хотя, хотя, Steam, вот я сказал, что Steam в гривнах, Steam принял сегодня к оплате с моего гривневого вебани кошелька деньги. И я очень надеюсь, что это сохранится до летней распродажи, чтобы я вот этот мой огромный каталог списка желаемого мог бы скупить за эти деньги, которые у меня там. И они хотя бы не пропадут, как минимум. Но боюсь, что вот если она будет где-то в июне, тогда, наверное, удастся это все не протерять. А так, блин, ну короче, тяжеляющая ситуация. Ни одним Роскомнадзором сумасшествие в интернете происходит. С первым уровнем тебя, кстати, в чатике. У нас тут всякая тоже ахинея работает. Так, это что? Ядро голема. Давайте тоже, не знаю, за... за 10 продадим. Я не знаю, какие тут могут быть цены. Какая-то биржа, реально. Так, закрыть. Просто что вот это за кристалл? Подождите. Что это такое? Может, у тебя реально какие-то мизерные цены? Кристаллизированная энергия. А зачем она? Могу ли я почитать о ней что-то? Судя по всему, энергия срочная голема кристаллизируется. Ага. Реакции. Не, мне, видимо, надо все продавать. Все продавать в первый раз. Ладно, хорошо. Давайте посмотрим, как это работает. Так, вся эта херня, по идее, сама конвертуется на нужный курс. Китай, стандартные 25, 50, 100 и т.д. Так, я понимаю, стандартными ты имеешь в виду цены здесь. Так, херня не конвертуется. Вот в чем дело. Ну, то есть, как сказать. Есть-то помимо того же самого WebMoney, который, я так понимаю, в России не пользуется никто. Уже давным-давно. Все либо на Яндекс.Денегах, либо чаще всего на Киви кошельках. Но это хорошо. Я не спорю, они нормальные. Но нормальные для России, потому что там все в рублях. А вот на WebMoney было удобно, что ты хоп-хоп перевел в гривны, вывел на карточку и живешь. Нормально. Так, вот черт, я вышел. Господи. Давайте, смотрим. 3 января. Все только морду с Оливье подняли. Дамочка, у вас горит рюкзак. Так, 50 дорого. Блин, и 200 дорого, надо было снизить цену. Вот я дурной. Подождите. Так, остановитесь, как кричал бывший президент, при котором было все не так уж и плохо. Так, давайте 150 выставлю. А что она смотрела? Что она смотрела? Красную какую-то ахинею смотрели. За 50 дорого. Давайте ставить 40. Так, 150 тоже. Э-э-э-э, ты че? Ты че там делаешь? Ублюдок, мать твою. Что? Что это? Что это было? Что? Я не успеваю. Чертовы. Господи. Не, на самом деле, если бы это была игра чисто про торговлю, мне уже нравится. Но, блин. Надо это все еще. Короче, не, прикольно. Идея у игры прикольная. Мне нравится. Сейчас надо только поспевать. Так, что он купил? Что это было? У меня... А, ткань. Он купил ткань за 50. Это для него было, типа, супер дешево. Начинаю запомнить. Блин, мне нужна какая-то бумажка. Все. Я вошел в раж. Секунду. Так, где... Господи. У меня что-то была куча бумаги какой-то чистой. Называется, навел порядок. Теперь все лежит не там, где надо. Так. Все. Ткань. 50+. Все. Во! Не нужны эти ваши донаты. Реальные деньги не нужны. Я буду зарабатывать здесь золотые копейки. Кидай с печатка сильный разброс. Там в книге все записывалось. Я оттязаю, Скридиан. Ты лузов ради пишешь на украинском. Либо ты украинец, как и я. Типа, цена Иракси. Так. В книге все записывалось. А, ну да. Есть же ж книга. Книга. Книг. Что за 128 тысяч? Где... Это все еще найти надо, блин? Тут же куча разделов, я смотрю. Торговец, голем, лес. А, вот. Так. А что за торговец? Что это значит вообще? Так. С голема. Что у нас есть? В принципе, да. Не надо никуда записывать. Закаленная сталь. Не понятно. Ткань. 50. Это типа было супер популярность. Нейтрал. Тут же еще надо спрос, предложение регулировать. Черт подери. Прочная, грубая на ощупь. Полагаю, кто-нибудь сможет сделать из нее украшения. Так. Остатки людей непонятно. Видно пару небольших трещин. Налить в него что-то по-прежнему можно. Красивая работа. Интересно, что в нем. Ё-моё. Как листать это описание? Так, 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 так. При его уничтожении, может, ей можно как-то воспользоваться. Стеклянные линзы. Стекло, сформировавшее в линзы, все равно в линзы, исключительно для фокусировки магической энергии. Очень полезно при создании... При создании... Ё-моё, это же невозможно читать. Я не знаю, это нормальная задумка или нет. Звык, что у корр есть стримеры. Якщо есть, то все равно наруб все у меня. И такой текст я просто руны учил к языку, что там погроматить. Нормально. Все добре. Все добре. Я тебя разумею на... Який завгодно мове. Такс. Такс, такс, такс. Что я еще что-то продавал уже? Вот это красная жесть. Желе какое-то. Корень очень полезен в изготовлении луков. Камни-зубы. Трит. А где желе? Почему красного желе нет? Видимо, я могу что-то крафтить, на самом деле, покруче, чем обычная какая-то фигня. Ладно, разбираемся потихоньку. Закаленная сталь. Ну, сто пудов. Закаленная сталь. Это вам не хухры-мухры. По соточке давайте. Как бы. Так. Что-то я опять продал за баснословные деньги. Вот эту штуку. За 50. Ему понравилось прям с ума сойти. Теперь ставим 100. Продано. Так. Черт! 100 дешево. А-а-а! Экономика! Должна быть экономной. Как говорится. Блин, как-то если бы это все ускорить, было бы хорошо. Нет, 200. Пусть будет 200. 200. Так, за 150 норм. Подождите, подождите. Я не успеваю за вами. Так, это что? Древний горшок. Давайте за 100. Все, буду начинать за 100. Все ставить. Так, что-то не понравилось. Продано. Издевайтесь, и 200 для вас дешево. Черт, у меня закончились. Так. Это что? Лоза. Надеюсь, не Юрий лоза. Если вы понимаете, о чем я. Так. А, может быть, надо не по одному выставлять? А если я выставляю... Так. Отлично. Все забирают! Я не успеваю! Какую цену? Так. Корень. Пусть будет корень. Этот бородатый приходит, забирает все по дешевке на моей, так сказать, неопытности наваривается. Так, 50 дорого. Что же бред? Почему 50 дорого? Так как все взять? Быстро... А вот, быстрое размещение. Есть R1. 50 дорого. Так, 10. Давайте 40. Окей. Готов торговаться с вами. Тоже 50 дорого. Тоже 50 дорого. Так. Подождите. Подождите. Ё-моё, это... Я продаю сразу 10 штук. Нет, 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 нет. Нет, нет, нет. Подождите. Как-то это все... Не так, как я хотел. Вот так, что ли, давайте. А тут, да, действительно, сделаем меньше цену. Здесь по 30. Может, кто-то купит. Так, ну и палки тоже надо сделать дешевле тогда. У тебя палки и так по 35. Ну, ладно, давайте по 30. Хорошо. Господи. Экономика в прямом эфире. Что, не, не нравится? Ребят, ну так, так же нельзя. Ну, по 25. Ну, возьмите. Скоро ночь. Мне... Мне надо будет идти опять в подземелье эти чертовы. Так, так, так. Твою на... Не знаю. За 20. Ну, купите. Тут не нравится. За 40 это желе чертова. Ставим 30. Господи. Жесть какая. Все, не успел продаться. Так, идет сохранение. Кристаллизированная энергия. 350 копеек. Ткань. За 50 продал. Блин. Надо много ставить сразу. Короче, надо... Надо идти с верхней планки и постепенно понижать цену. Тогда будет все хорошо. Закаленная сталь. Прям совсем жалко. Мне кажется, я тут прогадал. Древний горшок. Забрали. Баланс. Популярность. Высокая, низкая. Ну, да. Лозы и палки как-то не пошли. Ну, он заработал. Так заработал. Че уж тут. Че уж тут. Логика элементарна. Пойду я мая будто чем частишь. Падает им дешевши толкай. Ну, я ж пока в начале, так сказать. Мне еще ничего не упало. Вот в чем дело. Ну, ладно. Сейчас будем разбираться. Ну, реально. Мужик не спит вообще никогда. Днем попробую вот это вот отработай за прилавком. Целый день. С этими покупателями, которые палки не хочет покупать по 30 копеек и все вот это вот. Не, на самом деле странно, что там цена за... Было бы прикольно делать, типа, цену за штуку и цену за все сразу. Вот мне кажется, этого не хватает. Потому что у нас пока только 4 слота. Я так понимаю, дальше можно развиваться и будут дополнительные слоты. И можно будет разное количество выставлять, допустим. Там одну палку, 10 палок в связке и все такое. Но, блин, была бы возможность у наших покупателей покупать сколько им надо. Ну, знаете, просто как выставлен товар. Это что за квадрокоптер? Нет, я свалился. За квадрокоптер. И все его ресурсы тоже попадали, черно, это куда. Так, а что с зельями, кстати? Почему у меня зелье никак не возобновляется пока что? Что я нашел? Чью-то хату нашел. Тут ничего нет. Ну, кстати, я на самом деле даже рад, что ко мне сегодня заглянул мой сородоч с Украины. Вот. Возможно, мою боль и утрату не разделишь со мной. Но, вообще, у меня в основном вся аудитория с Россией. Поэтому... Поэтому, да, приходится на их темы обычно рассуждать, размусоливать. Черт, забываю, что сразу можно у ворот делать. Непривычно, наверное, на Р2 у ворота. Ченейл 2. Оп. Ударил, отошел. Вообще, элементарно, на самом деле. Так, это пойдет. Так, вот тут еще какие-то вилки. Да, еще блок есть. Вот, зелье. Отлично. Куда? Ворот. Так, как с квадрокоптером-то воевать? Непонятно. А-а-а! Блин, пить зелени, пить, черт. Ненавижу эти все микроменеджменты. Твою налево, пить. Черт, кто так строит вообще? Мне нужно какое-то оружие дальнего боя. Вот что я думаю. Для сражения с этими ребятами оно идеально. Так, мне главное не забиваться в уголок. Ой, сразу по-двоему. Все, умрите. Кристалл! Нет! Черт, кристалл. Сейчас. Сто пудово было что-то крутое. Так, быстро все переместить. У меня заканчивается место в рюкзаке. Не круто. Какой-то тупик. Где-то ж была развилка. Мини-карта не особо, я вам так скажу, помогает в ориентировании. Так, что-то все кровавое. Квадрокоптер опять! М-м-м, квадрокоптер. Так, а, в этой красной жиже я медленнее хожу, по-моему. Она, может, еще ядовитая? Железь квадрокоптера. Звучит странно. Так, что я нашел? Почему? Почему у нас продолжают пропадать инструменты? Залы с драгоценными камнями не тронуты. А комнаты и сундуки с самыми простыми инструментами все исчезают. Странно. Так, это что за... О-о-о! Неплохо. Я даже сказал, хорошо. Это что такое? Музычка приятная. Не, на самом деле приятно сделана игра. Тут нельзя придраться. Вообще никак. И был бы аркадный обзор сейчас в своем, так сказать, соку и лучших временах, я бы обязательно сделал ролик по этой игре. Может быть, сделаю когда-нибудь. Так. Ага, вот и нет места. Сломанный меч. Предмет нужно размещать в верхней или нижней части сумки. Остатки литейной. Что значит верхняя и нижняя часть сумки? Что это такое? Верхняя и нижняя часть сумки нужно размещать. Ага, значит, есть какие-то предметы, которые еще нельзя просто... Так, ну лоза идет в пень, очевидно же. Ой-ой-ой. Нет. О, смотрите, все даже как-то... Устаканилось, само собой. Прикольно. Так, когда ты до ресурсов не дуже далеко, он нас... Так, магниты до тебя тянутся, это пойду еще с пустоты тащит пока не знак. Ага. Я понял, я понял. Ну, в общем, надо подбегать к ресурсам, они... сами ко мне идут потом. Это мы попробуем. Тут ворот же! Господи, ворот! Почему метла? Где мой меч? Я что, меч сломал? Это был мой сломанный меч? Вы серьезно? А-ха-ха! Нет! Все разбилось! Я все... профукал! Воу! ПС... ПС... ПС Неон Бой! Спасибо! Спасибо за фоллов! Большущий тебе! Я, правда, все заруинил, все очень плохо. Так. Шо-шо за... Как так? Какое другое подземелье? Оно рандомно генерится, походу. Да почему я с метлой? Что происходит? Нет! Криты. Умрить. Так. Как мне... вооружиться нормальным мечом? А, я на Эл-1 на... Так, стоп. Вот сейчас я сделал что-то... что-то неправильное, мне кажется. Вот сейчас я точно... намутил какой-то фигни. Что я сделал? Копье мет... А, вот я выложил. Все, вижу. Так. Хорошо. Сломанный меч. Ой, что-то прям совсем тихие оповещалки у меня с ноута идут. Извиняюсь, что на экран не выскакивают всякие сестоперделки. Транслирую напрямую с... ПС-4. Тут такого нет, к сожалению. Но благодаря Вайсботу, всегда знаю, когда кто-то присоединяется к нашему небольшому комьюнити. Назовем это так. И Аскредиан тоже зафоллоился. Ой, прям как... Замечательно. Так, это что за... Мне кажется, не к добру это все. Серьезно. Не к добру. Я зашел на новый уровень по земле големов. Так, а что будет? Ой, стейгидрейтед бот работает все-таки. Спасибо, стейгидрейтед бот. Вот, даже оповещалка сработала. Зафолов. Так, прочитать. Это одно из странных устройств, которое обронило убегая то существо. Оно, можно сказать, может вас озолотить почти, что буквально. За каждый помещенный в это устройство предмет. Вы получите определенное количество золота. Очень удобно, если он срочно, то воспользуется подвеской. Устройство это похоже на зеркало, так что... Я просто назову его зеркалом. Действительно. Без лишних затей. Вот только интересно, куда девается сокровище, которое кладешь внутрь? Не прогадаю ли я с таким обменом? Чего? Так, 300 копеек каких-то, я вижу. Скидывать хлам туда, получаешь золото. А как это сделать? Вот, допустим, мои ветки. Великолепные. Скидываю. Зеркало превращается в небольшое количество золота. Ну, а какое количество? Я сейчас ветку просто... В какое количество золота оно превращает? Я не вижу. А, в одну копейку? Не, ладно, идите в баню. Я думаю, я за 5 копеек смогу эти ветки попродавать в магазине. В итоге. Ё-моё, это что такое? Мы теперь на новом уровне этого подземелья. Тут и посильнее, понимаете, противники. Я к такому был не готов. Выпьем зелица. Черт. То, что я все протерял, это, конечно, обидно. Серьезно. Если как ты кидаешь по одной вещи, минимальную цену точно знатый будешь. Ну, мне кажется, минимальная цена один везде. Трудно продать дешевле, чем за один. Ну, так, конечно, можно проэкспериментировать, кстати. А, у меня же он в инвентаре. Так. Вот за вот эту штуку. Сколько? Железный брус, кстати. Давайте посмотрим, сколько дает. Восемь. Ну, такое, на самом деле. Водная сфера. Не хочется мне продавать тебе дорога Лема. Мне кажется, что пудов, ну, за двадцать можно продавать то, что тут за восемь будет. Это вот когда рюкзак переполнен, наверное, тогда есть смысл. Так, все. Я что-то, что-то сейчас умру. Хотел сказать, хорошо пошел. Ну, какого черта? Ну, что за бред? Так, подземелье големов уровня один. И сколько я раз так могу перепроходить? Вот в чем вопрос. Мне кажется, мне пока я не прокачан вообще, стоит слегка не спешить. Да, блин, чертов. Как мне то пройти? Вот так. Чертов. Чертов не знаю, как это называется. Воу-воу-воу, полегче. Да блин. Как мне их бить, когда они подо мной? Так, что-то мы нашли опять. Сегодня я сделал первый шаги в эти таинственные подземелья. Они были обнаружены неподалеку от Риноки, маленькой и невероятно милой деревушке к северу от кратера. Это довольно уникальное явление. В подземелье может одновременно войти любое количество искателей приключений, но ни один из них не будет ходить там вместе с кем-то еще. Точно мультиплеер. Похоже, что эти подземелья образуются вокруг единственного входа. Уникальный лабиринт для каждого человека. Двух одинаковых лабиринтов не бывает. Хотя здесь напрашивается вопрос. Если в подземелье в данный момент никого нет, существует ли оно вообще? Вопрос действительно непростой. Много людей сейчас стремятся к этим подземельям, стремятся найти там сокровища, абсолютно не обращая при этом внимания на враждебных существ, обитающих внутри. И все это лишь ради толики золота и славы. Но я не такой. Нет. Для меня главные ответы на вопросы. Откуда взялись эти подземелья? Почему они постоянно перемещаются и изменяются? И почему они полны невиданных прежде сокровищ? Меня не интересует вопрос, что? Меня интересуют вопросы, как и почему? Так. Видимо, здесь еще будет какая-то сюжетная история с исследователем. Еще коэффициент. Моя будто типа зеркало дает 30% от реальной вартости, а потом наш на 3 толкаешь в магазин. Ну это, кстати, да. Это мысль дельная. Загоняешь зеркало через син уже знаешь. Палыш коэффициент и життя малый. Потому что по принципу Айзек. Ну да, да. Но Айзек, на самом деле, у меня есть обзор на канале на Ютубе на Айзека. Там, увы, не самые лестные отзывы. Ну потому что я не очень люблю Roguelike RPG вообще. Не потому что я не очень не люблю, а потому что я в это дело особо никогда не играл. Меня это не прощало. Хотя, хотя, вот у нас есть как бы донаты, эти самые сбор средств. И этапы этих самых сбор средств. И я по итогу одного из этапов еще должен стрим по Enter the Gungeon. Еще одной такой Roguelike RPG. Даже в стиме ее купить уже умудрился. Но сейчас из-за плотного графика и отсутствия времени никак не получается. Но я думаю, в скором времени постримим Enter the Gungeon. Сам у Айзека пару месяцев бигов. Ну вот, на самом деле, Айзек, да, в него надо зарубиться, как, я думаю, в другие Roguelike игры. Надо прямо так засесть плотно, разобраться в механике. Меня, вот, честно говоря, куча рандома. Я понимал, что это надо много времени убить. У меня этого не было. То есть, возможно, опять-таки сыграло роль то, что я для обзора проходил. Играл, точнее, в Айзека. И мне было как-то... Немножко лень тратить слишком много времени в игру, которую нельзя, так сказать, пройти сюжетно. То есть, конечно, можно в Айзека пройти сюжетно, но это надо уметь в него играть. Чтобы пройти прям... Ага! А то, что я начинаю заново, лечилки мне не возвращает. Вот что я сейчас понял. И это плохо. Это плохо, потому что... Здоровье на нуле. Ну, блин, в чем Айзек был лучше, чем эта игра? Что там был дальний бой. И не надо было переживать вот так вот за свою жизнь. Но, с другой стороны, определенные механики боя это убирало. Раз по 150 его пройти, что... Сайт, открывав зрачам и полыв еще обратно, еще и там билд можно... Ну, да, да. Это понятное дело, что можно... Но у меня вот как раз история в том, что мне надо заходить на какой-то левый сайт, а в игре это все никак не объясняется. Вот. Что-то меня не радовало. Ой. И так, кнопка. Так, вот я думаю, если я не умру, как последний... Э-э-э, ты что забираешь? Мой хабар, назовем это так. Так, отлично. Вот эти ограничения с тем, что предметы должны лежать как-то в рюкзаке, это как-то странно, но понятно. С другой стороны. Ой. Это что за покемон? Нет! Иди в задницу! Да дай мне хоть что-то вынести. Я хочу уже пойти продавать. А-а-а, ненавижу. Вот за это я ненавижу эти игры. Я пришел в какое-то новое место, и меня сразу, блин, убили. Я должен разобраться во всем, понять, что, где, куда. Но эта игра не дает этого. Черт. Ммм, кругу лайк. Чертовы. Да нет, наоборот, что ты творишь. И сейчас, честно говоря, не понимаю, почему у меня есть инвентарь рюкзака, а если инвентарь мой личный. И сначала личный забивается. Зачем? Ай, метелку достал. А, метелка, это, кстати, оружие дальнего боя, можно так сказать. То есть дистанция побольше, и этим можно пользоваться. Но урон меньше. Все, я понял. До меня дошло. Так, эвадир, все. А это что, нельзя подобрать? Это уже, конечно, называется, давай, Террол, разворачивайся, иди домой, в магаз, продавай свое желе всякое вонючее. Но нет, я продолжаю это делать. Зачем вы продолжаете это делать, мистер Андерсон, что называется? Да какого черта? Получил целую кучу урона ни с того ни с сего. Мне, конечно, по трейлеру показалось, что Мулайтер это игра... Зельда. Хотя Зельда с другой стороны тоже про подземелья, опять-таки. Так что, наверное, грех жаловался. Мне кажется, то был уровень из лесного подземелья. Нееет! Так, все, достаем метелку. Будем с дальним боем с ним сражаться. Дольше, но верняк. Потому что я не понимаю, какая у него скорость боя, но периодически быстрее, чем я успеваю... Увернуться после удара. Все. Открывай сундук и сваливай отсюда. До свидания. Черт, у меня уже и все забито. Ну и до свидания. Маленькими шажочками. Просто мне, как обычно, от игры хочется сразу всего, но при этом надо и разобраться. Поэтому, когда разбираешься, нужно делать маленькие шажочки. Пятое января? Что происходит? Почему по два дня проходит? Там, кстати, можно было апгрейды сделать. Давайте посмотрим. Ээээ, где у меня 200 монет пропалось? У меня еще аренду, что ли, берут? Так, магаз. Блин, ну ты с ума сойти, конечно. О, кто-то... Леторгаш! Устали искать артефакты в подземельях? Оставьте эту работу другим и приходите в Леторгаш, где вы найдете лучшие товары во всей Реноке. Леторгаш в жизни так достаточно сложная. У меня конкурент появился, что ли? Я не понимаю. Так, кузни вулкана, подземелья с слишком сложными. Да, я устал. Да. Видимо, у нас кузнец сейчас появится, и можно будет к нему приходить делать заказы. А то, что я в тебя 500 копеек вложил. Мне ухнется как-то. Я надеюсь. Причем пришел какой-то левый мужик, построил дом, а там уже кузнец. Я думал, это сам кузнец. Андрей. Так, дрон, есть такое дело. Что называется? О, ты, наверное, уил. Это ведь тебе потребовалась моя кузня. Меня зовут Андрей. Я кузнец большого таланта. Если тебе нужно оружие или доспехи, заходи в кузню вулкана. Так, чего? Что это значит? Требуется. Требуется. А, чего? Я не понимаю пока. То есть я вижу, что мне надо. 4 тысячи денег и какие-то ресурсы, а что это дает, непонятно. Что это такое? Плюс 40 и какая-то спираль. Урон. Это, видимо... А, это... Это элементальный урон. То есть урон будет меньше. Тут 50, тут 40. Но это он элементальный. И, значит, дополнительные эффекты. Максим Каленко. Привет. 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 Такс. Вот это какой-то новый меч. А, двуручное оружие, видимо, уменьшает скорость передвижения. Вот я могу даже скрафтить палку какую-то, если бы были бы у меня ресурсы. Кистевое. Лук. Вот. Мне нужен лук. Но нету ни денег, ни палок. Черт. Все палки профукал. Так. Что такое, Максим? Где Borderlands 2? В смысле, Максим? Где Borderlands 2? Borderlands 2 я, кстати, сегодня купил по скидке в Стиме с моего замороженного WebMoney аккаунта. Стим еще принимает расплач. Но Borderlands 2 как бы на будущем пока. Вообще-то. А будущего пока теперь вообще никогда не будет. С ваших донатов уж точно. потому что они все заморозились. Или что? Или ты увидел, что я купил Borderlands 2 и решил, что будет стрим? У меня ноут не тянет Borderlands 2. Как бы. В этом все дела. А! У меня вот 10 палок есть. Давайте заберем их. Ага. Места-то нет. Ладно, одну палку можно продать. Так. Так, так, так. Что же, что же делать? Мне надо срочно что-то продавать. Давайте вот эти всякие лианы пойдут сюда. А вот ходовой товар. Блин, а за сколько? Где книжка? Ммм. Желе. 40 не нравится. А у меня стоит 30. Ммм. Понятно. Нет, я вообще... Почему тут желе? Сейчас. Копье метла. А... А, это в разделе торговец. Господи. Мы сейчас находимся не там. Ммм. Закаленная сталь. У меня нет закаленной стали. Вот ядро голема. 100. Всем нравилось, да? Давайте по 150 поставим. Может быть. Может быть. Так. Я с самого начала сижу. Где? Я да здесь. Не в тюрьме, Терл, как обычно. Несет какую-то ахинею. Но... На стриме? Тогда привет тебе. Личный. Как дела? Ну, вот. Если бы сегодня я не узнал, что вебмани официально заблочили в Украине, дела были более-менее нормальны. А так, к сожалению, не то, чтобы... весело. Потому что... Это... Довольно серьезные последствия за собой несет. Так, а что в моем плане? То есть даже теперь, если кто-то что-то задонатит, даже 10 рублей. Ну, окей. Я как... Мне их вывезти теперь по-нормальному? Я не знаю. Ну, можно. Я на самом деле нашел какие-то лютые обменники уже, но там комиссии с ума сойти. О, можно сюда сбросить всякую дичь. Например, всю. Так, оставить. Желе. Поставить вот эти лианы. Тоже пусть 5 штук. Трубки. Все. Пусть будет. Нам надо посмотреть, сколько это вообще стоить может. Так, вот так. Вот это что? Камни-зубы. Ну, пусть 5 штук. Камни-зуб будет. Так, вот эту штуку сто пудов берем. А, кстати, есть и сталь. Которую можно продать за неплохие деньги. Ткань я не продаю. В водную сферу посмотрим по ценам. Что как. И стеклянные линзы. А, еще вот это что-то такое. Точильный камень. Ну, пусть один будет. Камень. Все. Поехали. Обходные пути, прокс, смена IP. Да при чем тут? Максим, ну блин. Я, конечно, понимаю, но... Заблочили в обмане не как Роскомнадзор заблочил вам там все, что можно. А просто нельзя. Кошельки заморозили с деньгами на них. И просто... Короче, кошельки не доступ. Доступ есть. Ну, то есть я могу, в принципе, пользоваться рублевым и долларом кошельком. Но финансовые все транзакции нельзя делать. Все. Через вебмани. В Украине. Это совсем другая блокировка. Это то же самое, что, не знаю, у тебя есть банк, скажем так. Вот ты пользуешься банком, у тебя там деньги лежат на счету. И тут бац, банк официально признали запрещенным в твоей стране. И все твои деньги, которые там находятся, ты как бы лично... Вебмани, конечно, сами обещают, не позже, чем... 24 мая 2021 года, не позже, непонятно когда, самостоятельно перевести все счета в МУ в долларовые, в МЗ. Но, блин, когда это будет, непонятно. Ну, проблема-то на самом деле не в том, что в МУ нельзя. У меня там пару тысяч гривен, конечно, лежало с ваших донатов конвертированные. И это печально. Но если Steam продолжит, например, работать нормально, я на летние распродажи эти деньги пущу на все игры и свиш-листа, а потом эти 2000 гривен отложу. Собственно, мне даже так проще, потому что всякие комиссии отпадают лишней при выводе. А вот как вообще выводить и рублевые деньги, вообще ваши донаты теперь я не представляю. Так что здесь более глобальная проблема, но при этом если Steam нормальный и вебмани не целиком прекратят работать в Украине, то жить можно. Так, что происходит, почему я не могу начать день с торговли? Видимо, надо спать все-таки. Вот я говорил, что этот чувак не спит вообще никогда, но без сна не обошлось. Уже 6 января, причем в подземелье я спускался с третьего. господи. Время летит. Запускаем. Давайте, давайте, давайте. Скупайте все. Самые дешевые цены. Мамой клянусь. Блин, желе не катит за 30. Ставим 25. Ребят, ну давайте, ну, 20 ставим, хорошо. 150 не нравится, палки не нравятся, все плохо, никто ничего не покупает. Так. Нет. Нет, не 100, подожди. 130. Палки по 35 не нравятся тоже. По 25. Лучшие скидки только для вас. Все разочарованы. Так. Ну, по 20 лет. Ну, за сколько они продаются? Объяснить. Так, что-то он не слишком впечатлен, но взял. Так, все тоже разочаровались. Палки по 15. Продаю палки по 15. Только сегодня, только для вас. Так, и надо что-то выставить. Надо что-то выставить. Вот это, узнать цену. релевантную для него. Поставим сразу 200. Давай, дед, покупай. 200 дорого. Понял вас. Ставим 150. Господи, только успевай за этими рыночными колебаниями. Да что ж ты будешь делать? Так, желе по 20 тоже не работает. 15. Так, и палки не нравятся по 15. Вы что, с ума сошли? За сколько их? Мне только хотят продать хоть одну. Хоть за сколько-то. Что, и 150? Нет? Господи, с ума сойти. Чекни мою схему. Да мне, блин, я не хочу. Ну, схема хороша, не спорю. Но я не хочу, блин, выкидывать в этот. В просак. Мне так хочется посмотреть. Никто ничего не покупает. Блин, лианы. Ну, 10. уже по 10 все выставляю. Ну, серьезно. Ну, будьте людьми. Да и 125 тоже не нравится. Вы что, с ума сошли? Или это какой-то нередкий ресурс? Видимо, зря я так много закинул стоимость. Чем ты купил Баранас 2 голым с 24, когда можно было купить Баранас за 208? Ну, во-первых, я покупал не за рубли, а за гривны. Начнем с этого. А во-вторых, я не знал, что так можно, во-первых. У меня в списке желаемого было Баранас 2. Не, я вообще зашел, проверил, будет ли с WebMoney у гривных покупка и купил 3 игры, на которые были скидкой в списке желаемых. Все, вот так я поступил. Ну, и типа, не знаю. Зачем мне Borderlands Готи вообще? Я в него, может быть, никогда играть не буду, например. Такое может вообще случиться. Это ради стрима, только так-то я вообще прохладно отношусь в Borderlands. За 5 купила! Так, желе по 5. Ребята, желе по 5. Нет, давайте 6. Будем экспериментировать. Так, 100 тоже не нравится. Господи, что ж вы такие? Ладно, 50. Так, надо было вот так. 50 уже готов разоряться. Так, что, и Лианы по 5 не нравятся? Не знаю. Давайте по 3. И за 50 не понравилось? Что за дичь? Серьезно. Я что-то разочарован в этом всем. Как мне зарабатывать? Так, за 6 работает желе. Пошло. Поехало. Теперь за 7 продаем следующий. Я не понимаю, по каким схемам здесь самостоятельно она вставляет? Так, и палки пошли. По 5. Угу. Так, слиток стальной. 300. счет лианы за 3 не идут. Ставим лианы за 2. Жесть, конечно. За 2 норм. А за 7 желе уже не идет. водяная водяная сфера. Давайте ее продадим за 100. Так, а желе уменьшим цену на 6. Так, и 20 не катит? Господи! Видимо, это какой-то просто расходный материал ни в чем помни. Давайте за 10. Сюда ночь будет, я почти ничего не заработал! С ума сойти. 148 рублей заработали. Средняя популярность высокая. Ну, такое. можно спать, кстати, просто пойти и все. И не идти ни в какие подземелья. У меня есть еще продавать. Мне продавать больше нравится, чем по подземелям шляться. Так, Рождество! 7 января. Покупайте! Для вас только сегодня. три сотни! Понравилось три сотни бабульки-то. Так, стеклянные линзы. Стеклянные линзы давайте за 31 пусть будет. Странная такая цифра. Никуда, ни сюда. Да что ж ты будешь делать? Даже за десятку не хотят. За пятерку точно все берут. Всяких вам. Это уже не отвертитесь. Так, железо 6. Продолжаем толкать желе по 6. Блин, шесть дел. Водная сфера. Тихо. За 100. Я хотел сразу несколько желеек. Ну ладно. Зато сервис у меня молниеносный. Оп! оп! Да блин, продаем. Так, что еще я не не продавал и не смотрел по ценам? Остатки литейный. Давайте за 10. Так уж за 11. так, 100 прокатило с водной сферой. Так, это чирный камень. Для чего он нужен непонятно. Давайте за 50 поставлю. Так, желейки расходятся как горячие пирожки. О! Так, 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 что-то стекло надо подороже выставлять. Я смотрю. Так, а вот эта штука, что это? Железный брус. Но она тоже дешевая должна быть. Да, продано. Так, 50 дорого. Давайте на 20 скинем. Так, стопе. Подозрительно. За сколько я, блин, его продал? За 10? Давайте за 20 теперь. И так, нет, стоп, за 20. Что происходит-то? А, и желейку еще можно за 6. Господи, я мастер продажи желейек. Серьезно. 20 тоже дорого. Странно, видимо, 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 я перепутал местами эти два бруска. желейки топчик. Можно, я думаю, уже по 7 выставлять, в принципе. Бабка все никак не угомонится. Так, эту штуку можно продать за 100, не, давайте за 120. поставим и вот это, чтобы это не было камне зубы. Давайте за 5. Хорошо. Так, вот, значит, за 20 она не хотела брать, а за 10 для нее это супер выгодно. так, это, видимо, еще, знаете, от покупателя зависит. что ты ждешь-то, дурная? Господи. Так, больше камней, богу камней. По 11. Давайте все. выставим по два. И вот эти штуки. Да, емае. Управление, интерфейс. Да, все. Завалил магазин, правда, сейчас конец дня, и уже никто не успеет ничего купить. Или нет? Давайте посмотрим. Нормально. Лианы пошли. Это, видимо, будет наш последний покупатель сегодня. Тысяча копеек, кстати, есть. Можно идти крафтить лук, если я, правда, не продал все, что можно было продать. так, что у нас с книжкой? Посмотрим, какие цены кого. Причем, я не понимаю эти цены, но, опять-таки, от спроса предложения зависит от количества. я думаю, эти реакции будут меняться. Так, три сотни, нормально. Закаленная сталь по три сотни, отлично. Ткань надо дороже ставить. Остатки литейные, наверное, тоже надо дороже ставить. Горшок за сто норм. стеклянные линзы подороже, опять-таки. Ядро голема по 120. Ой, что у меня здесь есть? Куча всякой фигни. Пускай это остается здесь. А, кстати, наверное, те вещи, которые у меня в сумке, я, наверное, их теряю, если я умираю в подземелье, а те, которые при мне, несколько штук, им норм. Ты хорошо сегодня выглядишь, Уилч, я могу помочь. Хочу, чтобы ты не скрафтил лук. Ага. Лол. Я продал камни. Как есть один? У меня куча всего. У меня чтобы было камней целая стопка. надо их забрать, наверное, с рынка. И все. Все, теперь мне хватает. так, отлично. Тренировочный лук. Блин. Не нравится мне, что называется тренировочный. Так, и что у нас? Опять тоже урон обычный или элементный? но вообще элементный наверное топово. Так, метелка или так, ну ладно, метелка конечно хороша. Жалко, что только два оружия можно носить. Ладно, отправимся по земле посмотрим, что я могу с этим сделать. я еще не сильно долго хотел сидеть на самом деле, поэтому я думаю через полчасика или минут 40 будем заканчивать. Надо, значит, немножко развиться. Но мне понравилась игра. Я думаю, можно в нее побегать, будет еще и на стримах, но опять-таки когда? Никогда! Ай! Завтра, как я уже говорил, скорее всего, будет очередной выпуск передачи, ЕГЭ на ПРАГЭ, математика, все дела. Надо делать, надо разбираться, надо вас готовить, чтобы вы потом могли правду. Правда! Ой, у меня лука нет. Теперь с донатами вообще непонятно что. Так, а стрелы бесконечны, да? Но лук мне нравится. Смотрите, прям вообще топчик. с другой стороны не очень топчик. Блин, в таких моментах. Так, 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 стекла, линзы, это все хорошо продается у нас в магазине. надеваем лук. Что с големом? Ну, не мощно, но зато вообще в безопасности я нахожусь абсолютно. Лук это было правильное уложение, целую кучу денег и ресурсов. Так, забираем все. Так, опять типа заметки. В общем, на меня сегодня напал двигающийся камень. Можете себе представить? Камень, который движется? Я сделал то, что сделал бы в такой ситуации любой разумный человек. Я дал ему сдачи. Камень раскололся и я оставил после себя каменное сердце. Ядро, как мы привыкли его называть. Это одно из множества уникальных сокровищ, найти которые можно только в этом подземелье. Его выронил после смерти охранник, уникальный для этого подземелья. Должен отметить, в каждом из подземелья есть своя уникальная среда, своя культура. Архитектура, культура выходного дня, вот это все. Почему нельзя в палатку зайти? Может быть, там что-то есть поинтереснее, чем если здесь скрытые тоже комнаты, как в том же самом Айзеке. Вопрос другой. Вот опять-таки, почему эта игра лучше Айзека? Потому что до этого говорил, что хуже, но теперь мне сдали не бой, это превращается в Айзек. что здесь помимо вот тупого прохождения, но бессмысленного прохождения кучи комнат, есть своя цель собирать сокровища, потом их продавать. То есть это добавляет некоторую сюжетность и механику ради чего это все. Осмысленность, так сказать. И это для меня лично плюс гораздо больше, чем какой-то там сюжет религиозный. Хотя, конечно, задумка сюжетная в Айзеке топчик. Не поскорише. Так, а ты куда? А! Что творит-то вообще? Так, 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 тут не так уж просто и уворачиваться, блин. Дальний бой особо не помогает, потому что нет! А! Черт, слишком тесно. до свидания. В Айзек тоже цель была выживая БТ-мамка заряжена. Но это такая цель. Ну, то есть, это как бы оправдание, ну, две строчки сюжета, скажем так, чтобы оправдать, чем ты там занимаешься. А здесь это более ощутимая цель, скажем так. так, Ууу, плаваем. Еееее. Почему? Почему у нас продают проводить инструменты? Понятно, это все мы уже читали. Таее-мое, нацепись. Квадрокоптеры! Умрите! Почему урон не проходит только? Я так понимаю, только на четыре стороны можно стрелять. Во что ты врезаешься, стрела? Кстати, назвать их квадрокоптеры, наверное, неправильно, просто они как дроны. Ничего себе вытворите. А что будет, когда лук будет непростой? Ну, на самом деле, когда лук будет непростой, это, наверное, будет уже не первый уровень подземелья. И будет не так тоже все легко даваться. Так, коптеры. Ну, с коптерами, наверное, проще сражаться все-таки мечом. Нет! Блин, все пропало. Я могу бесконечно бегать в это озерцо и лечиться? И ничем мне за это не будет, никаких штрафов, там мобы не возрождаются. Ой, а куда это я? Мне вниз. До свидания. До свидания. Так, вот с этими ребятами будем сражаться дальним боем. вообще изи. Так, уже скоро рюкзак заполнится. На самом деле вот эта вот история с тем, что некоторые предметы могут лежать только в определенных ячейках, это, ну, имеет смысл реалистичности, скажем так. потому что вот эти все задачи упаковывания рюкзака знаменитые. Так, я прошел первый уровень целиком. Это уже прогресс. Мне кажется, это стоит похвалы самого себя, потому что больше никто меня не похвалит. А вот здесь мне уже будет надирать задницу. Идем вниз. Так, и что это такое? Ууу, граница на замке. Умрите. Е. С них желейки падают. Нет. Все пошло не по плану. Да что ж такое? Оно еще уворачивается. Так, ну, желе по 6 копеек. это мой бизнес-план. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так. Твою налево еще. Кто достает? Нет! Господи, реально жесть. Началась. А у меня дальность полета. Ага. Ну, ему больше повезло с этим. Ладно. Так, 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 так. Нет! Черт. Да что ж такое? Все. Пора сваливать, короче. Я вот так скажу. Было весело, но я не хочу терять все, что я здесь насобирал. мое желе по 6 копеек само себя не продаст. Так, а что я могу днем? У меня 7 копеек в кармане. Беда. Деньги, видимо, испаряются из-за чего-то. За аренду. Или типа того. Так, желе по 6 копеек, ребят. Стоп. Как мне выбрать все? Так, желе по 6 копеек есть. Вот это надо усиливающий кристалл посмотреть, как будет продаваться. Ставлю 100. Ну что, ребят, свежие товары, свежее желе. Разбирай. Разобрали. Так, ну раз жилет так круто идет, давайте это выставим. По 7, по 7 копеек. Эти продадим подороже. Мне кажется, и то надо было по 7 выставлять. Да, спасибо за покупку. Хороший торговец получил достижение. Так, и это про канала. За сколько я его продал? За сколько я продал эту штуку? Палку. За 20. 20 норм. Ладно, продаем все палки по 20 тогда. Быстро размещение. А, вот это, кстати, значок спроса рядом. Стрелочки. Давайте по 21. Посмотрим, как оно себя покажет. Блин, желе по 7 не хочет покупать. Но это же, блин, может, опять-таки, только этот чувак не хочет покупать желе по 7. Так, смотрите, палки прошли. Все, позабирали у меня. это все, продано. Так, вот эту штуку за сколько? За 5? Вы что, издеваетесь? За 5. Давайте попробуем за 6 ее продать. теперь. Так, и кристалл за сколько был? За 100. Попробуем за 120 протолкнуть. Так, есть еще место для белый камень. Что такое белый камень? Непонятно. Так, желейки. Оп, быстренько пошли, посмотрели, если еще желейки нет. А, вот желейки. Так, быстро забрал. Быстро забрал. И вот эту штуку тоже можно взять. И ткань пойдет. И камни тоже. Так, 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 так. Пусть сломанный меч еще. Посмотрим, за сколько можно продать. Желейки по 6. приходи, покупай. Так, за сколько там кристалл я продал? За 120. Нормально. Так, ну давайте еще 120. Пока берут. Так, спрос-то растет. Раз растет спрос, значит, растет и цена. Нет, давайте 130. Так, и вот эту штуку я продаю по 6. За 7. Экспериментируем. Так, что-то я поставил дешево. Так, 7 уже плохо. Эксперимент окончен. Ставим 6. А здесь разместим кстати, у меня этих сломанных мечей, ребята, вообще так много, поэтому разбираем. Давай забирай желейки, а то протухнут. Че он вообще приходил туда? Ничего не даже не посмотрело. Отвратительно. Да, отлично, спасибо за желейки. Так, 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 точильный камень, лиана, давайте лиану протолкнем все-таки за 2 копейки. Так, а что с кристаллом? Не понравилось? Тогда за 120 будем продавать. Раз 130 не нравится. Так, и вот эти вот штуки. Стеклянные линзы. За 31 было для людей просто шоком. давайте тогда за 50. Блин, 50 дешево. так, еще давайте за 100 тогда. Что-то, видите, я прогадал целую кучу денег на них. ну нормально, 1100 с копейками срубил за ночь. Самый лучший мой день, самые большие продажи. так, что у нас в сундуке? Давайте все перенесем. Так, лианы по 2, да, продаются? Значит, берем по 2 и... сломанный меч даже никто не смотрел, по-моему. вот это по 120. Все, пусть будет так. Ладно, поспим. Надо все спродать, наверное. Еще раз бегать в подземелье и на этом заканчивать. Я не понимаю, это у нее горит сумка или это какая-то пшеница у нее или что такое? Потому что когда она стоит, вроде ничего не шевелит. перец. Может, с ней можно поговорить? Нет? Нельзя. А что знать, кому что надо? Ух, ничего себе. Так, все довольны причем. Интересно, скорость обслуживания как-то влияет на что-то? Так. Ребят, даже сделаю скидку для вас. Серьезно, по 95, потому что большая цена стоит в сумме. Кристаллизированная энергия, кстати. Это же был какой-то ходовой товар поначалу. 125, давайте за 130 попробуем продать. так, и здесь что у нас еще есть? Вот эти камни за 6 копеек. Вот, один хотя бы продадим. Будет хлеб. ну что, сломанный меч может быть оценим? Так, сломанный меч надо ставить подороже. Я понял. Так, ставим сломанный меч за за 100. и это тоже по 6 копеек. Странная очередь у вас выстраивается, ребят. В странном порядке. Рандом какой-то лютый. Так. взял. Ничего себе. Отлично. Про канала, что называется. Так, так, точильный камень. Я уже не помню, он вообще как использовался спросом. Нет. По 10 копеек пусть будет. Хорошо. Все сгребает. С ума сойти. Но взяли. Так. Ладно. Что, простите? Ах ты, дед вонючий. Спасибо деду, конечно, за победу, что называется. Так. А, мне больше ничего и нет. У меня вообще ничего нет. Что происходит? Так, по 50. А, точно, меч надо ставить дороже. Насколько я помню. 50 это мало, пусть будет 110. Так, вот это что у нас за 100? Лианы по 2, да. Так, стоп, что это такое? Вот она как раз по 50 и взяла по дешевке. Да, забирайте лианы, будьте любезны. Так, что еще могу продать? Вот это дело по 21. 20 иен это дешево, по-моему. Пусть будет 52. Так, и это он взял. Что насчет камней? По 11 было тоже дешево, насколько я помню. Пусть будет по 31. Сейчас день кончится в продажной. Так, грибы. Черт, камни все равно дешево слишком. Так, тут что-то не то. 52 дороговато, пусть будет 32. Так, и что осталось еще? вот это по 100. 150 хочу. Нет, давайте посмотрим, сколько какова вообще была цена. 100 нормально. Нет, тогда зря это делаю. Пусть будет 120. Ну, так уж и будет, пусть ткань выставим. 50. Владежь 50. Пусть будет 100. так. Неужели это дешево для мечей? Низ работал. Теперь мне кажется, я могу что-то купить. Какое-то улучшение для магазина. Так, что у нас? В этом ящике будут продаться со скидкой 75%. Чаевые. Утром она дает дополнительное здоровье. Больше... Нет, ну, естественно, чаевые. Да. 5% чаевых, чтобы больше зарабатывать денег. Все идеально. Так, банкир. Хотите, чтобы ваши деньги работали на вас? Доверьте их мне, они станут приводить прямо у вас на глазах. Подпись банкир. Торговец. Яблочи торговцам исходил весь мир в поисках знаний о создании предметов, вдохновляющих людей. Изучите мой прилавок, там вы найдете то, что сделает ваш магазин более привлекательным для посетителей. Понятно. Так, ну для деревянной шляпы мне, к сожалению, не хватает денег. Мне всегда хотелось стать торговцем, понятно. Одно и то же. Почему? У него типа квест тут это висит или что? Ты хорошо сегодня выглядишь и чем могу помочь? К сожалению, я не вижу возможности взять какой-то квест у него. И что там деньги 192 тысяч? Совсем очумел. Какие-то плетки нужны. а вот что-то новенькое у него. Копья. Копье появилось. Наверное. Не знаю. Почему-то он до сих пор светится. Как будто что-то новое. Сумасшедший какой-то. все распродано фактически. Надо добывать новый ресурс. я не знаю теперь. тысячи золота на кассовый аппарат, который 5% чаевых, это он через сколько мне окупится хотя бы. Не то, чтобы давать мне какую-то прибыль. так, что за оружие у меня где-то. Лук. Сразу я нашел где можешь подлечиться. Ладно, эта записка всегда одна и та же. коптер. Помри. Главное свариться самому. До свидания. О, уже вижу по 150 копеек шары. Все уже работаем. Но, блин, на самом деле печально то, что если я сейчас подзабью на игру и вернусь у нее через какое-то время, я потом опять все цены позабываю. Есть, конечно, здесь книжка, но в эту игру надо играть прям плотненько, не отрываясь. Иначе сбивается весь, так сказать, экспириенс. Но я с радостью вернусь еще у нее. Как минимум один раз. Возможно на стриме. Скорее все на стриме. Потому что хоть мне игра и понравилась, но она не похожа на те игры, которые я хочу играть вне стрима. Я думаю, наша ненаглядная звездочка, субскрайбер, увидит эту игру в списке на выбор в ближайшее время стримить. Наверное, так поступим. Потому что в ближайшее время у нас опять-таки ЕГЭ на Параге. Там Рэймонд третий начат, и Бьем Гуден Дивилл. Надо это все тоже. Если что, Вольфенштайн Золот Блад вдруг кому-то интересно. Я удалил. Потому что мне он вообще не понравился. Может быть, на следующий 9 мая продолжим. Потому что это я точно осознаю, что это два стрима потребуется на него, чтобы добить. Я не очень много фана получаю, увы, ах, от него. И в ближайшее время два стрима себе таких позволить я не могу. С ума сойти, сдохни, блин, он слишком живучий. Что происходит? Так, вот я нашел какие-то новые предметы. Так, стег гидрит бот, спасибо, спасибо за то, что подсказываешь, да. Мне как раз остался на один глоток чай. Я, конечно, зря это все делаю, хотя нет, он тупенький какой-то тупенький черт подери ну ладно у меня не было никаких и вот ничего нормальный с коптером разобрался даже прилично свидание что ж мне так-то и конан эксайлс понравился но я не знаю когда его продолжать играть вообще дичь этими стримами может быть зря я вообще эту всю и затею про егэ начал потому что она отнимает на себя много стримов возможно ну не знаю не знаю посмотрим что-то спланируем как минимум новые обзоры за закончились и уже не надо по субботам каждую вторую субботу какой-то определенный стрим проводить еще один раз правду дипонию все-таки глянем но но первую дипонию тоже не имеет никакого смысла хоть обзор уже на третью был надо кстати запустить наверное где-то на побольше смеси аркад обзора вконтакте обзор на все дипоне в этом месяц какой-то смысл а они как мотыльки серьезно слетают как мотыльки на огонь эти искатели приключений сколько их привлечено подземельями сколько их обожглось в этом огне вам повезет если вы потеряете подземелье сознание от истощения или боли она вас просто выплюнет рано или поздно процесс этот не изучен никто не знает точно что тогда происходит но в итоге путешественник приходит в себя за пределами подземелья рядом остаются лишь следы слизи а у него в общем все травмы которые он получил внутри до кое-кто навсегда покинул подземелья но многие держатся до конца многим нравится преодолевать трудности многие надеются однажды сорвать куш и все же эти подземелья куда сложнее чем кажется вот и я об этом это я не ракую я не прохожу только самый первый уровень подземелья весь стрим и никакого прогресса просто все сложно даже играет а вы видите обосновывать сюжетно так теперь это кстати записка лежит не рядом с колодцем может быть что-то новое нет ничего нового кстати мне кажется или разноцветные эти големы или это просто зависит от не тот какой-то красненький начнем чем-то отличается от обычных должен как минимум отличаться от обычных так берем а елки-палки я хотел разбить но вообще с них ничего особо не дропается вот это что такое это это оружие оружие значит можно не крафтить оружие выбивать экономить тем самым ресурсы начать кистевое оружие тренировочные перчатки до волк начи можно было и улук не крафт принципе нет я пойду зачищать еще одну комнату и не пойду на второй уровень наши здесь можно еще отличиться потом еще кстати были какие-то комнаты куда не зашел нет господи все плохо да что ж такое свидание я сказал до свидания еще самые начальные комнаты были так это она она сейчас восстановилась не полностью потому что это шраф или потому что что-то не так я почему-то на r2 начал нажимать как будто это шутан о желе по 6 копеек вот он мое родимое впереди этот портал в лесной лесной подземелье мне надо туда ходить не стоит это опять помру но конечно же туда пойду это же очевидно но блин правда у меня ящик полностью сумка забита твою ж налево изи но места нет изи но нет места пенек пенек топовый 23 урона в лицо ну чеси у меня скорость атаки повысилась там совсем же осталось чуть-чуть сейчас за искажение аномалии какие-то лютые вот как мне встать чтобы я попадал по нему вот так так нет эти глаза то мне нравится так как же это все дело мне подобрать надо видимо лианы разобрать да нет что вообще произошло были в одну копейку серьезно так это отдельно что еще разобрать такое джелейки за 6 копеек придется разобрать теперь особо нет смысла и в этот идти что почему странные ткани особо нет идти дальше потому что блин сундук разбит точнее забит что я там выбью ничего хотя ладно один раз живем как только начнет что за глаз какой-то что это такой таймер какой-то возле миникарты я не понимаю что это значит я кстати не лечусь вода перестала быть белой в этом наверное есть какой-то сакральный смысл господи хоть бы не умереть прям сходу аааа сказал он и там еще какой-то супер квадрокоптер на меня напал звучит как план а нет у них здоровье останавливается все-таки черт хочу в другую комнату не хочу в другую комнату хочу сюда уйти да что не так с вами господи зачем я сюда пришел то кстати комната с каким-то боссом была как я смотрю так вот это что-то интересно мало того что он по мне стреляет так я по нему еще не стреляю до свидания привет правед привет с доброго стрима привет и тебе правед давно не виделись если вообще виделись вроде был у меня как-то такой зритель но могу ошибаться точнее и доброго стрима ну стрим немножко заканчивается правда вот в чем проблема потому что я не планировал сегодня долгий стрим планировал поныть про блокировки вебмани в Украине и проблема с донатом так стоп у меня нет денег поэтому сейчас я думаю сейчас продадимся и на этом будем стрим заканчивать как Айзек изменился да ну вот сегодня я много эту игру сравниваю с Айзеком так а что это прочные листья непонятно так а это мякоть растений R2 в этой мякоти много волокон она отлично подходит для создания предметов ммм накопленные листья которые достаточно гибкие чтобы отскакивать от стен а не разбиваться это знание далось так но сначала перед тем как я буду выставлять счет на продажу надо заприметить себе что крафтить это раз посмотреть действительно кистевое подходит два да кистевое я выбил то есть можно в принципе ничего не крафтить можно выбивать в подземелье это все так я хочу себе апгрейд для этого мне надо оставить вот эти штуки балки а для лука для лука они тоже нужны черт а для кистевого не хочу просто кистевое одевать меч крафтить мне кажется изначальный меч крафтить нет смысла вот он наверное выпадет а вот апгрейды уже скорее всего придется крафтить привет правед ха странно спасибо за фолов привет правед но мне казалось что мы уже встречались или возможно ты от меня отфоловливался такой вариант тоже мог бы быть мне кажется он вполне реален такс и ткань я пожалуй оставлю потому что ткань это весьма интересно может быть и вот это тоже поставляю потому что я этим не пользуюсь но место она занимает так а стоп ткань ладно ткань я продаю но не важно так это это я за 6 копеек вроде продавал все верно по 21 я не помню что было по 21 когда я ставил давайте глянем ну знаете ли я думаю можно поставить дороже чем 21 пусть будет 27 все ложимся спать запускаем народ у меня слетало несколько подписок странно ну ладно уж будем винить в этом конечно же раскомнадзор что ж подел ну просто странно что и первый уровень тебе дался то есть как будто ты прям новый новый человек не знаю как так получилось может быть с твичом у тебя были какие-то проблемы не приходилось что-то как-то переменовать аккаунт или типа того жаль стреливали в России не продают разве так стоп а что почему еще раз блин ткань дешево выставил почему еще раз была оповещалка я не понял что произошло а ну-ка у меня перед глазами нет к сожалению или кто-то фоловился прям по нет это был предправовед странно короче вроде же была оповещалка все я с ума уже начал сходить устал значит так вот эти штуки по 120 но я не помню это было дешево или нет смотрим 120 нет 120 было норм черт забрал мне ткань по дешевке моя вина только моя вина по 5 копеек пусть будет и сломанные мечи по 110 тогда было по-моему дешево слишком да 110 прям забрали с потрохами а 210 как вам такое так сферку водяную взял отлично это варвар что там у меня в магазине дед для трости наверное палки собирал так быстренько закаленная сталь по три сотни три сотни было норм ребятам поэтому продолжаем высматривать насколько они готовы раскошеливаться 350 хотя на иконке игры в сторе она есть но это очень странно она сейчас в старте вали вроде я видел ее в пс сене в стиме никаких проблем нет с нею в россии ну хотя я то не в россии я в украине в чем дело поэтому это у меня проблема с вебмайнами так отлично забрали я же говорю что по 150 вижу вещи так мне надо вот эту штуку нет 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 не две одну надо испытывать цены оно вообще ну редкое как по мне поэтому три сотни пусть будет это первое вообще что я продаю в стиме норм ну вот в стиме я уверен что норм на нинтендо свитч продевали продается в россии точно черт три сотни серьезно три сотни это дешево ублюдок больной серьезно так все поразбирали ладно три сотни это дешево говоришь как насчет 500 и вот это тоже надо поставить тоже за три сотни так и вот это забрали возобновляем отлично своевременно возобновил так 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 что еще могу продать такое что прям наверняка за 100 за 110 давайте еще добру пропадать думал свитч взять но передумал но он у меня один зритель рад так три сотни дорого говорит один зритель радовался что цена на свитч упала так и тут что-то ему не нравится да что ж такое не уходи не уходи дружище ну сто ну возьми хоть за какие-то деньги так что такое мечи продавались просто на ура а 210 за штук господи иисус как это так произошло какой-то мисклик и 100 дорого для него 50 видимо это какая-то фиговый товар я первый раз его вижу и другой товар зашел на ура вот и так железный брус по 27 27 норм ну тогда за 30 будем продавать раз 27 норм так за 50 прокатило все это наверное будет последний наш покупатель на сегодня ну смотрите деньги прям лил с сарикой я смог нащупать эту жилу торговую 4314 мне кажется это рекорд так что еще сразу выставим экспериментально за 60 пусть так а все все это барахло мы закидываем сюда зря я наверное кажется нажимаю какую-то хинею я все запутаюсь мне на самом деле надо чтобы вот эти предметы остались у меня а это все можно продавать спокойно просто не успел ой ладно так что-то можно кстати купить бегать а что с чаевыми я не заметил мне чаевые вообще отдавали эти 5% чаевых которые мне обещали я 4000 заплатил за это 20 тысяч ёпросто больше места для хранения скидосы а смотрите можно будет расширять магазин до таких вот блин на самом деле реально в эту игру надо будет еще поиграть может даже не раз и обязательно на стрим так предметы ящики скидкой 75% дополнительное здоровье допустим место хранения предметов ну блин проблема в том что я не испытываю проблем с местом для хранения предметов пока не вижу смысла вообще в этом сундуке вот кроватку наверное и скидки не знаю надо ли скидки что это дает куда мне это разместить ну а для приличия давайте купим так и деревянную шляпу тоже откроем посмотрим что она продает вообще лол это было внезапно там кусты Эрис троеточек троеточек о клиент прошу прощения просто книга такая интересная да я Эрис мастер зелий и зачарований если понадобится зелий или зачарований заходи в деревянную шляпу что вы хотите создать сегодня давайте посмотрим на зелий ага вот желе по 6 копеек на что шло черт подери так а это что есть 0 восстановить 40 и не здоровья а то есть я могу зелий либо за 118 денег из своего желе либо за 380 ничего себе при том что желе 6 копеек у меня продается ничего себе у вас расценки просто так 75 здоровья есть зелия 200 что тут на 200 прям совсем 500 ну и цены есть при использовании открывает карту лесного подземелья подземелья големов а это рецепт еще в придаче что значит есть 0 то есть я не могу его купить у нее получается все очки отведут к следующему этажу технологичного подземелья жесть какая-то серьезно это зачарование так 3 кристалла 1000 копеек и у меня будет на 7 урона больше интересно я могу себе это позволить или вот так давайте вот так да зачаровать это конечно дорого на самом деле но нормально теперь я буду бодрее всех избивать ой могу в список желаемого добавлять давайте добавим вот это в список желаемого и все до свидания так и мы поставили еще для скидосов так еще у меня ничего нет с собой давайте сломанные мечи раз что они сломанные якобы продавать со скидкой хотя почти скидка 75% это прям с ума сойти вообще я думал за 75% стоимости а это прям вообще а как мне цену вообще на них поставить непонятно как это работает честно потому что если бы у меня один меч стоял допустим здесь по какой-то цене а здесь бы скидка была жесть какая-то серьезно непонятно о стоп есть еще сундук а так у меня и так два сундука зачем мне еще покупать сундуки в таком случае вообще не вижу этом смысла так что я могу прочитать а это карта наших подземелий так а причем там еще есть какие-то замочки на третьем четвертом подземелье или нет или нет или мы должны найти ключ я понял есть четыре замка ключ каждому находится в одном из подземелья надо его найти в этом подземелье тогда откроется дверь так зеркало есть отображение в зеркале неплохо так ну что же я могу сказать спасибо всем кто заглянул сегодня не спасибо правительству моей великолепной страны за то что подложила свинью я надеюсь что конечно ваши донаты не пропадут прям аж в никуда на три года вот это будет совсем не круто как я считаю и все у нас будет хорошо и спасибо огромное конечно же нити за эту игру она мне понравилась и я думаю что да мы продолжим в нее играть и возможно в ближайшее время она кстати выходит завтра официально монлайтер выходит завтра и если вам вдруг понравилось то что вы увидели а вы увидели наверное процентов пять контента которые есть в этой игре потому что это я я умею так долго разбираться во всем и все растягивать но я втянулся мне понравилось может быть в среду можем побегать но если мне удастся в среду выйти на стрим а завтра если удастся выйти на стрим то мы продолжим нашу замечательную передачу ЕГЭ на Параге опять таки поздравляю всех кто сегодня сдавал ЕГЭ по географии либо по информатике скорее всего из моих зрителей таких нет но вот по математике ЕГЭ сто пудов некоторые люди сдают и они не стрим мой смотрят а готовятся но завтра есть мысль приходить если стрим будет и на стрим и готовиться заодно к этой самой математике да привет тебе так же хорошего вечера вот я извиняюсь конечно что сегодня не очень длинный стрим так бы можно было хотя бы часик но но я и не планировал поэтому вот как-то как-то так я не знаю как сохраняться вот что я пытаюсь сейчас еще понять чтобы я в главном меню допустим все данные прохождения после последнего сохранения будут утеряны нет а как сохраняться а здесь автосохранение оно должно было сработать наверное когда я спал поэтому главное меню давайте проверим заодно я сейчас рискую потерять весь свой прогресс версия игры кстати 1.2.4 п1 что странное п1 давайте посмотрим продолжить где же я загружусь на каком моменте а то будет сегодня вообще потеря потерь а не день если весь мой двухчасовой прогресс в игре исчезнет тогда наверное я не буду возвращаться а ну да да когда я сплю она сохраняется идеально все тогда я могу быть спокоен не знаю что это что Субтитры создавал DimaTorzok